приветствую всех на канале и без мы уже традиционно находимся на японской выставке в восоке и покажем вам все новинки которые вышли в этом году в этот раз мы получили множество комментариев и постараемся выполнить все ваши просьбы естественно мы покажем 20 твин пауэр но в прошлый раз мы сразу заходили на самые интересные стенды в этот раз мы решили просто идти по порядку и постараемся успеть как можно больше начинаем выставка разделена на три павильона и мы начали с первого будем ходить по порядку в японской рыбалке аксессуары и рыболовная одежда не менее важны чем снасти и первый стенд это мазума это достаточно новый производитель одежды делает одежду и аксессуары в таком очень современном стиле из интересного это надувные жилеты я думаю многие уже знакомы с таким форматом жилета но японцы часто используют формат на поясного жилета как по мне это гораздо удобнее потому что на этот пояс мы можем также повесить какие-то дополнительные аксессуары например вот кобуру для плоскогубцев еще интересный современный аксессуар это герма сумки я думаю многие знакомы с герма мешками особенно те кто занимаются водными видами спорта но в последнее время появились новые типы скажем так герма багажа это герма рюкзаки то есть они удобнее тем что их можно одевать на себя и переносить вот и они несут еще одну функцию если этот герма рюкзак наполнен воздухом он несет также функцию безопасности если мы бродим где-то по горной речке он может выполнять функцию спас жилета еще очень удобная штука это такая герма сумка то есть нее можно сложить какие-то вещи одежду дополнительную вот и просто поставить в лодку при этом не страшен не дождь не какая-то вода которая забрызгивается из-за борта с продукции этого бренда я уже знаком раньше мне очень нравится их перчатки которые сделаны из современных дышащих легких материалов и особенно нравится вот это силиконовая не скользящие покрытие на ладонях еще хочу обратить внимание на один продукт это уже достаточно популярная штука у нас так называемый бакан то есть он удобен для переноски снастей каких-то дополнительных вещей и аксессуаров мне больше всего нравится его использовать в лодке благодаря формату и жесткости то есть в нем можно переносить все снасти катушки из машины просто переставить в лодку но я знаю некоторых людей которые используют его также в береговой рыбалке кстати на нашем канале скоро выйдет видео обзор о баканах и как использовать их именно в разрезе береговой рыбалки я мага в этом году обновила свою популярную линейку blue current он теперь называется blue current 3 эта модель позиционируется как бюджетная у них есть blue current на на торзает на кольцах торзает это скажем так дорогая топовая линейка обычный blue current позиционируется как бюджетная конечно в нашем понимании это не совсем бюджетная то есть тут ценники в районе 26 28 тысяч йен то есть это чуть меньше 300 долларов вот но есть достаточно интересные модели мне больше всего понравилось длинное удилище с длиной 8 и 2 и тестом до 20 грамм вот очень такой легенький береговичок кстати появилась интересная модель и там звучал вопрос по поводу удилище байт кастинговых удилищ для нано джига вот именно такая модель есть у я маги длина 5 3 фута то есть очень короткая и тест до 4 с половиной грамм ну я скажу это действительно наверное одно из самых легких удилищ в байт кастинговом исполнении которых я видел я сомневаюсь в целесообразности широкого применения такой снасти но определенные любители все же есть и именно для них такая палочка появилась выставка в осаке это не только оснастях и аксессуарах часто можно встретить такие не совсем понятные стенды судя по всему они несут какую-то образовательную функцию вот здесь вот можно увидеть аквариум с форелью что-то объясняется по поводу бережного отношения к рыбе вот такие инсталляции то есть было бы у нас побольше времени мы бы могли углубиться с этим разобраться но к сожалению мы боимся все не успеть поэтому идем дальше на вопросы о мегабас я уже хотел ответить что как и в прошлые годы мы его не снимем потому что у него нет стенда но случилось чудо и в этом году у мегабас стенд появился в отличие от кейтека у кейтека принципиально нет стенда у них немножко другая маркетинговая модель и настолько хороший продукт что им не нужно просто выставляться посмотрим что нового у мегабас приманки появился новый крен который называется супер z насколько я понимаю это какая-то реинкарнация их старой модели которая называлась z кренки это модель 1985 года может я не прав потому что точную историю я не смог выяснить вот я спрашивал у консультанта но он просто сказал я не знаю зачем здесь вот представлена эта старая модель ну бывает у rc burning shed это shed судя по лопасти тип ссср то есть супер мелководный естественно эти все приманки для ловли баса то есть что-то для нас подходит что-то не подходит айвинг фрай это кроллер как всегда в стиле мегабас вот дизайн действительно классный исполнен интересно появилась лягушка резиновая то есть эта приманка в основном используется для ловли змея голова вот и достаточно популярна в последнее время в басовых моделей многих японских производителей big m это крэнк очень большого размера последнее время кстати достаточно популярная тема и у нас это вот крупные приманки для ловли щуки караши это маленький уокер длина его 60 миллиметров я думаю многие помнят модельку dog x ger вот это такой косильщик окуня можно сказать вот будет возможность скоро попробовать новый маленький уокер из силиконовых приманок я вижу одного рака dark slipper crow называется длиной 73 миллиметра ну скажу что для нас это достаточно специфическая модель то есть скорее это все-таки чисто басовая приманка ну и не буду останавливаться на спиннер бейтах и бас бейтах все-таки для нас это не очень интересная тема посмотрим что нового у них в удилище мне понравилось как представленные новинки в удилищах у мегабас образцы просто разложены на сцене но в этом что то есть то есть как бы ближе к народу скажем так обновилась у них моделька destroyer я думаю фанаты мегабас хорошо знают эту модельку и многие знают ее разработчика и дизайнера мегабас это тоже одна из живых легенд в японской басовой ловли юки это в принципе все в стиле мегабас это как обычно кастомные катушка держатели которые очень сильно отличаются по форме от стандартных фуджевских и разные интересные решения в плане ручки то есть вот здесь например такой карбоновый rear grip сложной формы и достаточно вычурный металлический фор гриб то есть все в стиле мегабас ну и сами удилища это все те же destroyer и то есть это достаточно жесткие легкие басовые колышки насколько я вижу все в одночасном варианте кольца не титан о цене тоже пока ничего не понятно поехали дальше у fuji как всегда много испытательных стендов и сейчас это стенд на котором можно сравнить кольца с разными вставками здесь кольцо со вставкой сик современной здесь кольцо со вставкой оксид алюминия то есть это старые кольца fuji более бюджетные которые использовались раньше на удилищах это нейлон толщиной ну где-то миллиметр наверно и я так понимаю здесь привязаны грузы их нужно поднимать и что-то должно случиться сейчас посмотрим что будет ну как бы пока ничего не случается я не знаю может просто это тренажер и мне предложили покачаться но буду учащаться а я уже а вот буквально хотел сказать что я чувствую трение слева и леска порвалась то есть она просто перетерлась через старое кольцо через оксид алюминия при этом на вставке сик леска абсолютно гладкая то есть не ничего не случилось вот но хочу добавить что на самом деле все современные кольца и в принципе других производителей и те которые мы используем на наших удилищах они оснащаются вставками которые подобные сику то есть каких-то проблем с перетиранием ну этого уже давно нет это уже в истории иногда бывает так что производителю не пришли какие-то в голову идеи но новый продукт нужно выпустить поэтому придумываются и появляются какие-то ноги не совсем нужные не совсем полезные вещи в этом году fuji появилось два новых продукта первый это вот такая проволочка с помощью которой можно протягивать шнур в маленькие кольца то есть можно ее назвать протяжка которую в принципе можно с любой проволоки сделать или взять иголку вот и еще одно такое конечно странное достаточно изобретение вот эта штука она используется для очистки шнура да конечно бывают такие ситуации когда на шнур налипает какая-то зелень вот и он грязный его нужно почистить вот такая вот пластиковая клипса в которую мы зажимаем влажную салфетку вот соединяем это с бланком вот таким образом ну и дальше мотаем и как бы автоматически за счет трения салфетку шнур очищается ну как бы не знаю мне кажется можно просто взять салфетку потому что учитывая то что эта штука японская она я думаю не будет стоить 3 копейки в общем это все новинки у фуджи в этом году много было запросов показать новинки от тект показываем я вижу несколько палочек которые подписаны прототип быстренько по ним сейчас пройдемся во первых это айси 83 т.т. тубулярка длиной 83 по ощущениям тест где-то до 10 грамм это прототип поэтому на нем ничего пока не написано новый xr 68 с сис честно говоря я старым не ловил поэтому вряд ли я замечу разницу но возьмите на заметку и две новые аджинговые модельки это с рэм ультимейт тюнд utr 61 hs и utr 61 с вот это реально интересная ситуация ребята то есть по сути эти палки отличаются только в клейкой вот представьте в какую специализацию залазят японцы то есть тут одинаковая длина одинаковый тест в клейка но в одном удилище это hs это так называемый hard solid то есть в клейка чуть-чуть жестче в другом удилище в клейкой обычная вот вы можете выбрать между этими двумя моделями под разные техники в этом году прямо чудеса происходят был вопрос по рейнсу тоже хотел ответить что стенда рейнса давно на выставках не было и вообще бренда уже не существует но стенд есть это маленький стендик моего нашли на стенде хаябуса потому что с прошлого года бренд рейнс принадлежит компании хаябуса и несколько новинок они все-таки представили правда в основном это модели для ловли баса то есть это различные черви вот длинные тонкие толстые стики ну вот разве что таракан не знаю к сожалению название моделей потому что все они здесь написаны на японском я просто их не могу прочитать и спросить не у кого ну вот возможно этот таракан он будет нам интересен с точки зрения ловли головля то есть для поверхностной ловли вот ну и вариация кики риттера я извиняюсь кик трика в большем размере может быть интересно для ловли крупного окуня больше каких-либо интересных новинок у них нет у нас гамакатсу в первую очередь известны своими крючками но на самом деле это достаточно крупная компания которая производит разные снасти ценители ультралайта также знают их по удочкам в первую очередь это их модели для ловли ставридки то есть аджи которые называются люксы и конкретно люксы юхима тут меня просили в комментариях посмотреть одну интересную палочку это самая мощная модель в линейке 82 h solid то есть длина этого удилища 8 и 2 фута и маркировка хэви тест здесь не написан но что обращает на себя внимание это вес этой палки всего 67 грамм но я бы на самом деле не сказал что это прямо хэвик то есть скорее тест здесь будет но грамм до 14 максимум это очень жесткая вклейка потому что удилище для ловли в ставридке и в принципе понятно почему такой вес то есть здесь практически отсутствует ручка очень-очень маленький бат гриб вот стоит катушка держатель без каких-то лишних элементов и очень маленькие колечки но ощущение в принципе достаточно интересные то есть кажется что держишь в руках просто голый бланк без колец здесь у них есть более легкие модели вот интересные они тем что гаммокацию решила сделать удилище вообще без ручки то есть вот это вот накладка из евы это не ручка это просто накладка вот она снимается и как бы рукоятка удилища по сути заканчивается на катушкодержатели на самом деле с балансом все хорошо потому что удочки очень легкие еще раз колец на них практически нет и они очень маленькие поэтому когда мы поставим сюда катушку баланс будет вот тем более при проводке при ловле ставридки от же чаще всего удочка находится в таком горизонтальном положении и выполняется очень медленно равномерная проводка в общем очень специфические удилища особенно для нашего рынка но я думаю ценители у них найдутся но мне здесь понравилась другая новинка у меня очень мерзнут руки на рыбалке поэтому для меня это наверное незаменимая штука то есть это тяжело назвать перчаткой потому что вся ладонь открыта она цепляется за три пальца снаружи это какой-то плотный материал я думаю это что-то типа или мембраны или винд стопера внутри здесь вот какой-то начес то есть получается и тепло не продувается ветром и при этом сохраняется непосредственный контакт с удилищем то есть то что нам нужно для чувствительности также думаю эта штука подойдет любителям зимней рыбалки хочу вас немного удивить в нашем сознании обычно спиннинг всегда стоит дороже чем удочка удочка это что-то более простое для ловли карасиков и обычно она не может стоить дорого но мы сейчас в японии вот эта удочка наверное самая дорогая которую я когда-либо видел я честно говоря даже боюсь чуть-чуть ен это где-то 5000 долларов это девятиметровая просто маховая удочка телескопическая но при этом вес ее 253 грамма такие удочки естественно не для ловли карася они используются для элитной японской рыбалки это ловля аю это древний метод который идет еще от самураев и доступен он далеко не всем а ну скажем так японским олигархом так я думаю стоит посмотреть мару киу нориес и здесь рядом какой-то достаточно большой стенд осо оси о я не знаю что это но сейчас выезд ребята неожиданно осо это достаточно большой стенд я ожидал увидеть какой-то новый бренд приманок или удилищ но то что я увидел это рыболовные украшения причем это не серьги там или кулоны в виде рыбок или еще что-то такое это что-то наверное из японской культуры то что нам никогда не понять то есть вот например просто кольцо на котором написано blood type b вот и все я вижу что она сделана в коллаборации с каким-то просто афером api и мы которые специализируются на ловле сибаса но вот какой-то связи вообще с рыбалкой я честно говоря здесь найти не могу и вот в основном это кольца и кулоны где также тяжело проследить какую-то связь с рыбалкой поэтому пойдем смотреть снасти потому что но здесь можно просто сломать мозг компания марукио многие знают бренд нориас но на самом деле компания называется марукио нориас бренд под которым выпускаются приманки только для ловли форелей и ловли баса основной бизнес компании это прикормка правда прикормка которая используется больше для морской рыбалки или для традиционной японской ловли карася которая очень сильно отличается от нашей ловли а также компания производит разную одежду и аксессуары и как я уже говорил что набирает популярность тема разных герма мешков и герма сумок вот такой формат то есть это как бы обычная сумка но она закрывается абсолютно герметично как герма мешок вот удобная штука я уже сам использую такую для лодочной рыбалки то есть сюда можно служить вещи они не промокнут вот еще такой интересный аксессуар то есть я сначала думал что не знаю это какой-то кофр для хранения чего-то но оказалось все гораздо проще это просто подставка вот на которую можно стать на колени вот часто при ловле форели при ария рыбалки мы становимся на колени часто это используют спортсмены в ария фишинги а ну и наверное для зимней рыбалки тоже подойдет достаточно такой неожиданный аксессуар но я думаю нам будет интереснее посмотреть на приманки нориес но в этот раз стенд нориес находится отдельно в другом павильоне ибо мы до него еще доберемся ну и напоследок на сегодня стенд шимана мы начнем с удилищ и плавно переместимся к катушкам кстати был вопрос в комментариях про конкретное удилище это волча ула и именно про вот эту модельку 1652 r5 r5 в модели значит что это travel это пятичастник кто не знает сама модель волча ула разрабатывается живой легендой хаджиме мурата и собственно говоря у него мы спросили про назначение этой модели это быть кастинговая модель причем она комплектуется пробковой ручкой но можно докупить еще одну ручку с евой более длинную более длинная ручка используется если вы хотите использовать это удилище для морской вертикальной рыбалки пробковая ручка используется для пресноводной рыбалки в принципе это универсал по словам мурат и можно ловить любую рыбу по своим ощущениям скажу что ну это твердая машка наверное так и есть это универсал построена подойдет как для твичинга так и для джига кстати по поводу конкретных моделей удилищ ребята это очень субъективно поэтому бланк допустим мне может понравиться но у вас может быть какое-то другое мнение на этот счет сожалению через камеру я вам не смогу передать ощущение от бланка когда его держишь в руке кстати цена этого удилища 78 тысяч йен то есть это чуть чуть меньше чем 800 долларов обновился зодиас это бюджетная модель в линейке shimano предназначена для басовой рыбалки кстати тоже звучал вопрос в комментариях о новом зодиасе поэтому смотрим есть как одночасники так и двухчастники по сравнению со старой моделью сразу скажу новые зодиасы легче также у них новая карбоновая ручка которая называется у shimano carbon monocoque вот раньше они применяли эту ручку только на дорогих моделях теперь начали применять и на бюджете честно скажу зодиасы новые мне понравились больше в кастинговом исполнении потому что все таки это больше удилище басового типажа и для нас нельзя назвать его чисто джиговыми они достаточно короткие переходим к морским моделям среди которых я думаю будет что-то интересное для нашего рынка во-первых новый кольт снайпер это удилища для тяжелой береговой ловли в море для нас они интересны постольку поскольку разве что для берегового тяжелого джига но хочу показать их вам потому что здесь shimano использовала новую технологию которую которая называется скрюлок джоин то есть это система соединения это обычный путовер но получается что соединяется под средством поворота при этом фиксируется соединение и удилище со временем не расстыкуется честно говоря пока не разобрался как это устроено потому что с виду бланк абсолютно цилиндрический но вроде как это работает но это что-то принципиально новое обновился lunamis модель для ловли сибаса среднего уровня но средний уровень по меркам японии то есть здесь средний ценник в районе 40 тысяч йен то есть 400 долларов установлены шимановские фирменные кольца x-guide удилища длинные при этом легкие достаточно сухие ввиду того что последнее время у нас есть тренд на длинные легкие береговики некоторые модели я думаю будет для нас весьма актуально и особенно для берегового спорта как например вот эта модель к 902 и то есть девятка с тестом они пишут до 21 грамм но я бы ее оценил как грамм до 16 еще одна модель подобного типажа но более бюджетная называется энкаунтер она более доступна по цене в районе 20 тысяч йен то есть 200 долларов здесь попроще фурнитура но бланки тоже достаточно интересные вот тоже девятка с индексом l до 24 грамм ну скорее грамм до 16 для берегового легкого джига подойдет обновился брениус эта модель для ловли так называемого морского леща по японски чину или курадай вот в принципе в наших условиях подойдут для легкого лодочного джига длинные семь семь и восемь восемь футов ну и где-то эмельки эмки ценник в районе 300 долларов фух новинок очень много по удилищам в этом году вот следующее я думаю для нас будет еще интереснее да эта модель называется hard rocker предназначена для рок-фишевой ловли но это не микро джиг не легкая рок-фишевая ловля а ловля крупной рыбы с лодки вот для нас это это чистый лодочный джиг вот у меня в руках моделька 83 машка с тестом до 32 грамм я бы сказал что здесь есть эти 32 грамма бланк достаточно жесткий удилище легенько установлены новые кольца x-guide шамановские ценник не указан но судя по фурнитуре я думаю это дорогая модель причем достаточно широкий модельный ряд и в ряду я вижу длинные кастинговые удилища то есть принципе в последнее время достаточно много было запросов насчет длинного кастинга вот для любителей кастинговой ловли новые модельки сары limited топовая версия топовой модели сары кольца x-guide смотрю шамана их достаточно широко начала использовать на своих топовых удилищах ну что могу сказать это модель solid и наверное это мечта ультралайчика очень тоненький но достаточно жесткий бланк легенькая вот клеечка которая будет работать самыми легкими весами тоже обратите внимание на дизайн рукоятки она карбоновая с расширением но какой-то совсем уже невообразимой формы не знаю похоже что ли на копыта ценник тоже впечатляет 88 тысяч иен то есть почти девятьсот долларов просили показать новую калькутту конквест дисси показываем основное нововведение это новая система умных тормозов idc 5 с более удобной настройка теперь это не колесико а рычажок которым переключаются режимы здесь есть четыре режима которые обозначенные цифрами от 1 до 4 и режим w что значит wind то есть ветер при сильном встречном ветре он используется также есть настройки внутри мы можем переключить на шнур нейлон и флюорокарбон в зависимости от того что намотано вот здесь у них на табличке есть рекомендации по настройкам какие типы приманок и какого веса мы должны использовать в каждом режиме я думаю эту информацию можно будет найти на сайте shimano и перевести с японского ну или возможно будет английский вариант следующая модель это не совсем новинка она вышла в начале осени и она должна быть знакома уже тем кто смотрел нашу передачу на хвосте у вильяма столка кто не смотрел посмотрите ссылка вверху и у вас есть возможность выиграть одну такую катушку это самая бюджетная модель где используются умные тормоза система dc конкретно в этой модели используется система idc4 то есть это самая упрощенная скажем так самая автоматизированная версия этой системы позиционируется как катушка для новичков в кастинге и вот именно эта система делает за вас всю работу то есть вам нужно бросать и вам не нужно думать про тормоз то есть вот умная система должна справиться за вас для того чтобы избежать перебежек при забросе неожиданная для меня новинка я даже не знаю какой из новинок я дам предпочтение новым размером морской стелы или новому метаниуму я люблю ловить бейткастингом метаниум это одна из моих любимых катушек потому что она универсальная она подходит как и для легких средних и немножко даже тяжелых весов и в этом году метаниум полностью обновился основная фишка это корт солид бадди то есть эту систему они использовали в бантами в прошлом году то есть корпус состоит из цельного куска металла за счет этого он очень жесткий и очень прочный если в бантами корпус был из алюминия метаниуме корпус естественно из магния потому что это очень легкая катушка то есть впечатление конечно самые-самые сохранилось ощущение того цельного куска металла но при этом он очень легкий кроме того в новом метаниуме поменялась шпуля теперь это шпуля mgl версия 3 она уже и она легче чем предыдущая как они заявляют эта катушка теперь еще больше подходит для легких весов и питчинговых забросов я думаю это будет моей следующей покупки еще одна новинка которая спрашивали в комментариях это новый эксенс дисси ссс катушка предназначена для себасовой ловли то есть это мульт для моря но для ловли в заброс как мне объяснили платформа используются от курада при этом установлена тоже новая система дисси одессе 4 с упрощенными настройками здесь есть несколько режимов есть режим флюорокарбона и есть три режима для шнуров новый бюджетный эксенс появился и в спиннинговом исполнении называется эксенс биби стоимость данной катушки около 20 тысяч йен то есть около 200 долларов и что интересно в этой достаточно бюджетной по меркам японского рынка шимана катушки используется система x-protec то есть это на данный момент максимальная система максимальной защиты от морской воды в целом насколько я понимаю здесь использована платформа нового страдика с некоторыми изменениями я думаю я не буду их все перечислять то есть количество подшипников вес и другие характеристики вы можете посмотреть на официальном сайте шимана обновилась также сэфия новая модель имеет индекс сс то есть сэфия сс эта новинка будет интересно нашим ультралайщикам которые очень любят сэфию напомню кто не знает эта модель позиционируется для кальмаровой ловли что интересно это тоже морская модель причем она стоит немножко дороже чем эксенс но в ней нет системы x-protec объясняют это тем что себаса часто ловят в забродку поэтому больше шансов что катушка попадет в морскую ловлю кальмара ловят в основном с каких-то набережных поэтому здесь используется только система core protect для нашего пресноводного рынка в принципе это не столь важно ну и наконец самая ожидаемая новинкой выставки shimano twin power 2020 причем здесь я встретил человека который действительно разбирается в катушках и поможет нам о нем рассказать это олег гайду привет привет ну что я видел уже обзоры в интернете на эту катушку уже многие разбирали ее и там основная жалоба на этот пластиковый корпус вот люди устроили вот многие просто плачут и что всего вот трену нужно с не такой мощный и так далее что ты по этому поводу думаешь такой твин уже побывал у меня на рабочем столе я ознакомился с ним и вот разговаривал с молодым человеком сегодня спрашивал и выяснял все эти вопросы которые естественно являются самыми больными самыми вот как twin power двойная мощность и появился пластиковый корпус как объяснили мне шимана значит 50 процентов мощности при вываживании рыбы и нагрузка на механизм приходится на вот эту ножку которая является металлической на нем собран корпус он прижат очень как стани не прикручена и 30 процентов уходит на ротор который они сделали алюминиевый если можно посмотреть по дороге который он прямо в руках когда его сжимаешь видите как он играет просто сжимается очень легко этот ротор алюминиевый он стал жестче его не практически невозможно надо очень большую силу приложить для того чтобы его немножко почувствовать насколько он упругий но он очень жесткий и берет на себя основную часть нагрузки при вываживании рыбы я спросил почему ведь в пластиковом корпусе собран механизм это не есть хорошо на что мне ответили на работу катушки это не влияет потому что основное при нагрузках и вываживании рыбы ведомый вал pinion gear старается вывернуться вверх из-за того что у него зубья находится в наклоне по отношению к шестерне ведущей и вот это самая большая проблема удержать его жестко в корпусе и тогда не будет смещений что в twin power сохранено и достигнуто и то есть никакой там потери мощности и речи не может быть мы вот смотрели видео пожалуйста си си пять тысяч скоростной это скоростной огромный тунец это самый самый скоростной с передаточным механизмом twin power он пожалуйста вот кстати это видео как раз показывал желтоперый тунец он на 30 и 36 килограмм ребята достают ребята я ловил желтоперого 15 килограмм у меня была восьмитысячная катушка я его вываживал около пяти минут и потерял просто все свои силы при этом я прикладывал вот максимальные усилия то есть 30 килограмм тунец ну это вообще это нереально огромная нагрузка на катушку еще у меня был один вопрос от наших рыбаков рыболовов что twin power 4000 пиджи выходит с круглым клубом вот с таким же вот так кстати я тоже обратил и многие спрашивали почему шимана говорит что в нем настолько много мощности что плоский он не подходит уже к этой катушке поэтому они сделали как морской серии удобный крупный чтобы он не выскальзывал из руки почему потому что мощность его механизма 4000 позволяет его да им работать такой я думаю на самом деле это просто стереотип у наших людей то есть у тех кто привык ловить ультралайтом они делают проводку двумя пальчиками вот возможно в таком случае плоский кнопку удобнее но все-таки это мощная катушка для мощной ловли поэтому просто попробуйте круглый кнопки я их достаточно давно использую в морской рыбалке это действительно удобно то есть нужно просто попробовать а не идти на поводу каких-то стереотипов но тем пользователям которым не подходит этот кнопку я думаю я разберусь посмотрю взаимозаменяемость и при желании мы можем всегда просто не проблема поменять 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 даже дуру какой-то другой но вот основной посыл то что у нас у людей часто бывают опасения по поводу мощности катушек но я считаю ребята это под просто смешно учитывая ту рыбу которую мы ловим там килограммовых двух даже 5 килограммовых щук это совершенно не те нагрузки на которые рассчитана эта катушка эта катушка рассчитана на действительно сильную морскую рыбу и ход нового twin power я скажу что сейчас много звука и не слышно там всех шелестов где у нас есть пользователи которые вот так слушают катушки но что-то что-то вот максимально приближенное к стиле но легче прийти при их размерах это невероятно легкая катушка я тоже огромное внимание сразу это вес действительно twin power стал намного легче вот ну это ощущается в руке он лежит очень приятно что кстати что еще нового они сделали по моему микро модуль то новый и микро модуль 2 silent drive система все так же а версии шпуля со сбросом ну да то есть все современные все последние системы x-protec все здесь включено и здесь лабиринтная защита в ролике стоят чашечки экспрота все тоже та самая как и в стеле поэтому невероятно приятная красивая катушка стильная я я получаю наслаждение олег спасибо тебе большое было очень интересно причем вы услышали мнение действительно специалиста который занимается сервисом катушек и разбирается в техническом плане больше чем я я все-таки больше пользователь поэтому запомните эту информацию по поводу мощности катуш спасибо увидимся таки ребята я говорил что к тека нет на выставке я не соврал у них нет стенда но это не значит что мы их не встретили причем мы встретили самого президента хисаши маджи я думаю некоторые из вас видели как мы ловили баса с ними если не видели вот по ссылочке посмотрите и он нам передал некоторые интересные образцы это новые цвета которые разрабатываются конкретно для нашего рынка и я думаю мы все себе не заберем мы поделимся с вами то есть мы выберем немножко этих приманок которые эксклюзивны и вот они существуют только здесь то есть их нельзя купить и разыграем также мы насобирали еще немножко призов то есть в принципе уже есть что разыгрывать завтра второй день выставки я думаю мы насобираем еще призов и условия конкурса мы объявим во второй части видео о выставке в осыке поэтому подписывайтесь на канал и без нажимайте колокольчик и не пропустите это видео до вчера мы обещали подарить термо за самый креативный комментарий к предыдущему видео и мы его выбрали итак владимир кривега написал нам я счастье доставшиеся мужу обожаю рыбалку и горячий кофе радости всем владимир я думаю не вы сами писали этот комментарий а скорее ваша супруга или любимая поэтому передавайте ей привет мы поржали и вам достается этот термос поэтому владимир свяжитесь с нами или на ю тубе или на фейсбуке или в других соц сетях а мы встретимся завтра